Наша недельная глава Торы, она простирается с 37 по 39 главу книги Бытия, всего три главы книги Бытия, с 37 по 39 главу в нашей недельной главе. И жил Иаков, возвращается домой и поселяется в стране, где жил его отец, в стране Хананской. И интересно, что ту часть, которую мы будем сегодня читать, она находится в начале нашей недельной главы. Эта часть начинается из родословной, или описания его жизни. Давайте мы вместе прочитаем. Иаков жил в земле странствования, отца своего в земле Хананской. Вот житие Иакова. Обратите внимание, житие Иакова начинается с Иосифа. Иосиф, в 17 лет, пас, не написано на иврите пас скот, а написано пас братьев. То есть, другими словами, он был начальником своими братьями. Своими, будучи сыновями зелфы жены отца своего. И дальше написано, и доводил Иосиф худые слухи о них до отца их. Мы прочитали всего лишь два стиха, 37 главы, которые описывают здесь начало напряжения. Иосиф, уже во втором стихе мы пишем, он недоволен поведением своих братьев, и он доводит худые слухи о них до отца их. И, возможно, эти вещи верные, которые он доводит до слуха отца, но это не так приятно делать. И он доводит эти слухи до отца. Но отец в начале нашей главы, недельной главы Тора, он является, представляется как тот, кто хочет поступать правильно. Но этого недостаточно. Он не только хочет делать то, что правильно, но он и знает, как делать, поступать правильно. Он делает то, что отец хочет от него, чтобы он делать. И он хочет, чтобы и братья, над которыми он поставлен начальником, делали то же самое. Он хочет, чтобы интересы отца были представлены таким образом, как хочет отец, чтобы отец был доволен. И поэтому Иаков надеется на него. Но братья Иосифа не очень довольны этим. Иаков понимает, что на Иосифа можно положиться, и он делает его начальником над братьями. И когда братья поступают неправильно, Иосиф не замалчивает это. Он не становится одним с ними. Он не говорит, ну ладно, закрой на это глаза. Но он стоит на позициях отца, и он не идет на компромисс. И, конечно, это сердит, особенно тех людей, которые не видят, что то, что они делают, это так плохо уж. Ну и что? Ну не надо, не обязательно все передавать отцу. Может быть, можно как-то это смягчить, передать эту новость по-другому, не так, как ты это передаешь. Ты можешь быть более таким гибким, но Иосиф не такой. Он доносит слухи о братьях своих до отца. И мы читаем в следующем стихе о том, что происходит в доме. И Иаков не делает вот этим своим поведением и жизни Иосифа легче. Написано, Израиль любил Иосифа, более всех сыновей своих. То есть он выделяет его. Почему? Потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду. У нас на русском написано. Мы как бы думаем, что это какая-то была такая, ну, разных цветов одежда, как на рисунке. Но в Торе написано, что его одежда не была разноцветной, а она была полосатой. И вот эта одежда, и вы поймете, почему. Вот эта одежда, это был символ власти. Иосифа над своими братьями. Одежда эта ставила его в отдельное положение. У него было отдельное положение. И свидетельствовало о том, что он не находится на том же самом положении, что его братья. Тот, кто должен был получить это положение, должен был быть ровен. Почему? Потому что он был первенец. А Иосиф был самый младший, и он получил эту одежду. Интересно, я хочу вам что-то показать очень интересное. Именно вот эта вот разноцветная одежда, она еще раз единственной встречается в Библии, во второй книге царств, в связи с женщиной. Это была неприятная история, которую мы читаем в Библии о Фомаре. Вы читали эту историю, 13-я глава. После того, как Амнон, сын Давида, он изнасиловал Фомарь, обесчестил ее, он ее и выгнал из комнаты, и написано, что она была одета во что-то. Давайте мы прочитаем. Вторая царств, 13-я глава, 18-й, 19-й текст. На ней была разноцветная одежда, та же самая одежда, которая была на Иосифе, ибо такие верхние одежды носили царские девицы, дочери девицы, и вывел ее слуга вон и запер за нее дверь. Дочери царские, они одевали вот такие вот разноцветные одежды, и посыпала Фомарь пеплом голову свою, разодрала разноцветную одежду, которую имела на себе, и положила руки свои на голову свою, и шла и вопила. Мы видим. Мы не будем углубляться в эту историю, но мы видим, что вот эта вот разноцветная одежда, это была одежда царская, которую носили дочери девицы царствия, и это был символ их царственного положения. И можно увидеть, очень интересно, что я думала об этом, как мода во времена царя Давида попадала под влияние того, что было написано раньше в Торе. Есть некоторое влияние истории, той, которая описана в Торе, на моду во времена царя Давида. И вот эта вот разноцветная одежда, она упоминается только дважды во Второе царство и в 37 главе Бытия. Давайте мы вернемся к нашей истории. Мне это, конечно, неудивительно, что братья не уважали положение Иосифа, которое Иосиф получал от отца, и какой был результат этого. Прежде всего, какие мысли у них проходили в голове. Он самый молодой, его 17 лишь. Пришел. Тут командовать надо. Не достаточно того, что он не сотрудничает с нами и передает отцу о наших делах, так еще и он его, значит, поставил в такое вот положение отец, дал ему разноцветную одежду. Иаков любит Иосифа не просто так. Иосиф, когда он ходит вот этими путями, которые отец хочет, чтобы он ходил, он завоевывает любовь отца, но в тот же самый момент он завоевывает ненависть и зависть своих братьев. Вот эту функцию, которую он получил над своими братьями, которую он делает от всего сердца, независимо от поведения своих братьев. Здесь могла быть... Они могли на него оказывать очень большое давление, братья. Они могли оказывать на него влияние, и, скорее всего, они это делали. Но это не изменяло поведение Иосифа, потому что Иосиф, он был человек непорочный. Кто такой непорочный человек? Это тот, который ведет себя таким образом, который угоден той власти, которая находится над ним, то есть, который был угоден его отцу. Таким же были названы Ио, Ной. Это те, которые подчинялись воле Божьей и авторитету Божьему. И эта власть, которую Иосиф получил от своего отца, он выполняет непорочно свои обязанности. И он делает это своим братьям не для того, чтобы сделать им плохо. Иногда мы можем подумать, какой человек, почему он так себя ведет, как он может такое делать своим братьям. Но когда люди хотят... люди, которые говорят нам, что мы поступаем плохо, должны ли мы считать их своими врагами? Нет. Мы должны их считать своими друзьями, потому что тот является другом, кто указывает нам на наши ошибки, а не наоборот. И это лучший друг, который помогает нам понять наши ошибки. Но это не у каждого работает. Некоторые любят получать отношения к ним, как того друга, который может немножко прогнуться, где-то закрыть глаза. В конечном итоге Иосиф был продан в Египет как раб. И из своего высокого положения он упал, так скажем, в яму. И в 39 главе мы прочитаем с 1 по 6 текст. Бытие 39, с 1 по 6 текст. Иосиф же отведен был в Египет и купил его из рук измаильтян, приведших его туда египтянин, Патифар, царедворец Паронов, начальник телохранителей. И был Господь с Иосифом. Обратите внимание, кем он стал там. И здесь он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина. И увидел господин его, Патифар посмотрел на него, и что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. Обратите внимание, здесь есть имя Божье, здесь есть, значит, что Господь дает ему успех. То есть все, что он делает, Господь дает ему успех. Иосиф только служит. То, что его продали в Египет, это не значит, что Иосиф закончил свою функцию в руках Божьих. Сейчас он изменил свое географическое положение, но не свою функцию духовную. Он до сих пор еще в руках Божьих. Обратите внимание, что происходит дальше в 4 стихе. «И снискал Иосиф благоволение в очах его». Это неудивительно. Это действие Божье. «И служил ему, и он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его». «И с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа, и было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле. И оставил он все, что имел в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел». Иосиф же был красив станом и красив лицом. И мы видим, что Патифар относится к Иосифу так, как отец к нему относился. Он полагается на него во всем. Мы можем видеть, что Яков мог положиться на Иосифа, потому что это был его характер таков. Иосиф был покорен Господу, и Господь мог работать через него. Как мы можем знать, получается у нас что-то или нет? Как мы можем знать, есть ли то, что Я делаю, будет успешным или нет? Иосиф не возлагал тяжесть успеха на свои плечи. Он знал, что есть тот, кто заботится о нем, и кто руководит ему, и он знал, кто даст ему успех. Мы видим, что несмотря на то, что Иосиф начал в Египте на самой нижней точке, потому что он пришел туда как раб, а раб – это самая низкая точка общества, то есть человека, который находится в обществе. Несмотря на то, что Патифар покупает его, он покупает себе раба, раба, у которого нет опыта, но он знает, что он покупает себе раба, который всю свою жизнь посвятил своему Господу. У Иосифа есть опыт, многолетний опыт, быть рабом Господнем. И Господь дает успех ему во всем. Господь является Господом Иосифа, поэтому он успешен во всем. И мы читаем в Псалме, в первом Псалме, с первого по четвертый текст. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит в собрании развратителей. Сейчас я найду. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день-ночь. И будет он как дерево посаженное при потоках вод, которое приносит плод своего время, свой лист, которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они как прах возметалым ветром. То есть он прежде покоряется Господу. И в конечном итоге ты будешь посажен при потоках вод. И ты будешь давать плод во время свое. И лист твой не будет вять. Всегда останется зеленым и сильным. И все, что ты будешь делать, ты успеешь. Но мы знаем, что это происходит, когда человек стремится идти хорошим путем, как Иосиф это делал. Сатана, естественно, не сидит тихо, не сидит сложа руки. Мы продолжаем нашу историю. Седьмой текст, 39 глава Бытия. И мы смотрим, какой соблазн проходит Иосиф. И обратила взор на Иосифа, жена Господина его, и сказала, мы понимаем, почему она обратила на него взор, потому что он был красив лицом и красив станом. И о его маме тоже написано то же самое, что она была красива станом и красиво лицом. И это неудивительно, что Иаков влюбился в нее с первого взгляда. Жена Патифара обратила взор из своей Иосифа и сказала ему, спи со мной. Но он отказался. И сказал жене Господина своего, вот господин мой не знает при мне ничего в доме и все, что имеют у дома и руки мои. Она не понимает, с кем у нее есть, с кем она разговаривает. Нет больше у меня в доме его всем. И он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я себя великой злой и согрешу пред Богом? Кому? Пред кем согрешит? Пред Богом. Когда так, она ежедневно говорила Иосифу. Обратите внимание, это не один раз она ему говорила. Они вдвоем в одном месте. Патифара, естественно, занимается своими делами. Она остается одна в доме. И Иосиф все время проходит перед ней. Он красивый. Она не может содержаться. И она каждый день говорит ему, пробует и пробует. А он не слушался ее, чтобы спать с ней и быть с нею. Случилось в один день, что он вошел в дом делать дело свое. И никого из домашних тут в доме не было. И она схватила его за одежду и сказал, ложись со мной. Все, сейчас ложись со мной. Она держит его за одежду и указывает тому, чтобы он ложился с ней. Но он оставил одежду свою в руках, ее побежал. И побежал. Вот это вот слово «Ваянас» написано на иврите, значит, побежал. То есть он не вышел просто, он выскочил и выбежал вон. Она же увидев, что он оставил одежду свою на руках ее и побежал вон. И кликнул домашних своих. Теперь она кличет домашних своих. Раньше она... Ей было раньше хорошо все. Она была одна. А теперь она созывает всех и говорит мне, посмотрите, он привел к нам еврея ругаться над нами. Он пришел ко мне, чтобы лечь со мной. Но я закричала громким голосом. Посмотрите, какая ложь. Человек хочет сделать хорошую работу, но его обалгивают. И это самая яркая черта характера сатаны. Он лжец и отец лжи. У него нет проблем лгать. И сегодня, когда мы можем видеть в интернете многие новости, мы открыты для вот этой вот лжи, которая там происходит. Особенно то, что касается Израиля, которое люди подчеркивают и верят в эту ложь. Здесь мы видим, происходит то же самое. Патифара возвращается домой. И он, услышав, что я подняла вопль... Нет, это еще до этого. И он услышал, что я подняла вопль, и закричала, и оставила у меня одежду, и побежал, и выбежал вон. Это то, что она говорит. Это то, что происходит в жизни человека, который хочет ходить путями Божьими, сатана делает все, чтобы его совратить с пути. Иосиф успешен в доме Патифара. Почему? Потому что прежде чем служить в доме Патифара, он прежде всего служил Господу. И Господь его господин. И Он делает успешным его жизнь. Но это не помогло в этом случае. В конечном итоге Иосиф снова попадает в тюрьму. И мы видим в 16 стихе. И оставила одежду его у себя до прихода господина его в дом свой. И пересказала ему те же слова. Говори, раб еврей, которого ты привел к нам, приходил ко мне ругаться надо мной. Но когда я подняла вопли и закричала, он оставил меня, убежала у меня одежду свою и убежал вон. Когда господин его услышал слова жены своей, которые он сказал ему, говоря, так поступил со мной раб твой, то воспылал гневом. Мы видим, что что вот эта вот несправедливость, которая происходит по отношению к Иосифу со стороны его господ. И это происходит не просто так. Сатана работает через ложь. Он хотел бы, чтобы Патифар убил Иосифа, потому что за такое не было ни одного из шансов, чтобы раб остался жив. Он пытался изнастиловать жену своего господина. Можете вы себе представить? Была ли жизнь Иосифа так уж драгоценно в глазах Патифара, что он не убил его, а бросил его в темницу? У него были все права убить его. Но милость Божья не оставила Иосифа. У Господа был лучший план. Намного лучше, чем тот план, чтобы Иосиф остался управителем только лишь в доме Патифара. Но для того, чтобы план Божий превратился, воплотился в жизнь, Иосиф должен был понимать, что жизнь его все еще в руках Божьих полностью. Мы понимаем, что желание Божье, никогда, воля Божья никогда не приведет нас в то место, где одна составит милость Божья. Иногда Господь хочет, чтобы мы оказались в месте, где нам неприятно быть. Очень плохое место, которое нам кажется очень плохим. И весь мир нам кажется плохим. Но оказывается, что это часть плана Божьего. И это было в жизни Иосифа. Из его хорошего положения Иосиф переходит в темницу. Господь не посылает Иосифа в то место, где он сам не находится. В глазах человеческих или со стороны точки зрения человека Иосиф послан в то место, где нету даже никакой даты его освобождения. Но Иосиф не жалуется. Он не жалуется, не говорит, как же так получилось, что я тебе веримо нахожу себя в темнице. С тех пор, как он был брошен в яму своими братьями, он ни разу не пожаловался. И это тот фон, который проходит через всю его жизнь. он оказывается в темнице белых воротничков. Там находятся узники фараона. И отдал начальник темницы в руки Иосифа всех узников, находившихся в темнице. И уже второй раз Иосиф был брошен в яму из того положения, в котором он занимал в доме Патифара, до, опять, до самого низкого положения. Но что происходит в темнице? Был ли он там обыкновенным узником? Здесь мы видим, что Господь был с ним в 21 стихе. И Господь был с Иосифом и простер к нему милость, и даровал ему благоволение в очах начальника темницы. Иосиф на него начальник посмотрел и думает, какого заключенного я получил? И мы видим, что он тоже отдает ему власть в темнице. Он отдал всех узников. Иосиф, находившийся в темнице, и во всем, что он там не делал, он был распорядителем. То есть, он становится начальником там. 23-й текст. Начальник темницы и не смотрел ни за чем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом и во всем, что он делал, Господь давал успех. Новый этот узник это самое лучшее, что когда-либо было у начальника темницы. С тех пор, как он попал в темницу, жизнь начальника темницы стала более легкой. Иосиф имел очень хорошую репутацию, он подчинялся тому, кто создал весь мир, и он получал от него наставление. Обратите внимание, египтяне вообще даже не понимали, о чем идет речь, потому что они служили идолам, они служили природе, они считали, что природа это Господь. Нил, они считали, что это Господь сам по себе. То есть все то, что было в природе, это было для них, это были для них боги. Иосиф, там, где он находился, он был всегда светом. В доме Патифара или в темнице он был как Ханукияна, Хануку. Куда бы он ни попадал, он там был светом. Мы знаем, что это происходило не просто так. Иосиф не ставил в центр своей жизни свое «я». Успех Иосифа, который происходил от Господа, и его успех становился успехом многих. Когда Иосиф был успешен, то и другие были успешны рядом с ним. Каждый, кто ходил путями другими, не Божьими, он не был успешен. Но тот, кто решал ходить теми путями, которые ходил Иосиф, они тоже были успешными. После того, как Иосиф в конечном итоге стал занял уже более высокое положение, ему изменили Симя, ему изменили имя, когда он уже стал вторым после фараона. То есть, он стал руководить всем Египтом. Из того маленького света, который он был в доме Патифара и затем чуть больший свет, которым он был в тюрьме, и теперь он стал очень большим светом во всем Египте. Никто не был выше его престола, только фараон. И это происходит, произошло, потому что он подчинялся Господу. Господь поставил его ответственным за весь Египет. До этого он пас просто своих братьев, так скажем, в Ханаане, был ответственным за своими братьями, и в конечном итоге он превратился в пастуха, так сказать, всего Египта и спас не только Египет, но и свою страну, и своих родных, свою семью. Песню, которую мы поем на Ханнуху, мы пришли изгнать тьму, это в нашей руке свет и огонь, каждый из нас маленький свет, а все вместе мы большой свет. Так было и в жизни Иосифа. Уходи, тьма во тьму и уходи, потому что пришел свет. Когда мы попадаем в какое-то темное место, обычно в Израиле мы говорим это тьма египетская, и тьма была у них духовная, о них Господь хотел, чтобы они увидели, в каком духовном состоянии они находятся, чтобы они знали, в каком тьме они находятся. Это была тьма, которая была и во времена второго храма. Мы читаем Иоанна, 10 глава, с 22-го по 24-й текст, и там написано. Это было в те времена, когда римляне были очень жестоки, они ни с кем не считались. В этот период пришел Мессия. Это был период, о котором мы читаем, в 22-м стихе. Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления и была зима. И ходил Иисус в храм при творе Соломоновым. Тут иудеи обступили его и говорили ему, долго ли тебе держать нас в недоумении? Скромное начало Иосифа указывает на скромное начало Мессии. Есть такое понятие в иудаизме «Мессия сын Иосифа». Это тот же самый образ как Иосиф в прошлом, так и Мессия начал свою миссию скромно. Могли ли они увидеть в Иисусе Христе Мессию? Могли ли братья Иосифа увидеть в Иосифе как управителя Египта, который в конечном итоге спасет всю семью? Они ненавидели его? Так? Что они готовы были убить его? Они продали его в Египет. Могли ли они вообще представить в своем разуме, что однажды придет день, и они поклонятся ему? Точно так же, как он видел это все в своем сне. Иосиф указывает очень сильно на... Он является прообразом Иисуса Христа. почему именно во время Хануки, во время дня вот этого обновления вот эти вот фарисеи, которые представляют сейчас религиозных евреев, приступили к Иисусу и спросили, до каких пор ты будешь держать нас в недоумении? Почему они в недоумении? Почему фарисеи именно на день обновления, на праздник обновления были в недоумении? Что они ожидали, что произойдет на праздник обновления? Это то, что произошло в прошлом, когда придет кто-то, Мессия, и изгонит римлян, чтобы произошло какое-то чудо ханукальное. И они спросили, почему сколько ты будешь держать нас в недоумении? Они не поняли миссию Мессии, потому что вместо того, чтобы смотреть на его миссию через пророчество, они смотрели на него через свои желания. Они хотели, чтобы римляне оставили получить свободу. Думали ли они о том, что римляне должны тоже быть спасены? Точно так же, как и Иону, когда Бог послал его в Ниневию, он не хотел туда идти проповедовать, он не считал, что они должны быть спасены. Но Господа другие планы. Господь хочет, чтобы все были спасены, все нуждаются в спасении, он хочет достичь каждого. И это праздник, о котором мы сегодня говорим, о свете, который пришел в мир. И вначале он выглядел как свет, как Иосиф, а потом он превратился в большой свет. Иосиф, который начал как маленький свет в Израиле, потом он превратился в большой свет. Точно так же Иосиф. Как Иосифа называют в иудаизме? Иосиф, Иосиф праведник. Почему его так стали называть? Потому что о нем не написано, что он делал что-то плохое. на нем нет никакого пятна. Он всегда стоял на стороне Бога. Это не значит, что Иосиф был праведным человеком, совершенным. Но что оправдало его? То, что он всегда ходил путями Божьими. Фарисеи не могли видеть в Иисусе Мессию, потому что они смотрели на него через призму своих желаний. У него не было никакой политической силы и армейской военной. Он был антитезом царю Мессии. 17 глава 7 глава Иоанна там написано когда придет Мессия сотворит ли он больше чудес чем сей сотворил. Но многие на Хануку ожидали что восстанет Мессия и как макавеи они освободят народ. Но вид Мессии который стоял перед ними он не отвечал их желаниям. Иоанна Иоанна писал о нем 53 глава с 1 по 3 текст кто поверил слышенному от нас и кому открылась мышца Господня кто мог бы поверить что мышца Господня открылась на нем обратите внимание каким скромным он пришел и он зашел пред ним как отпрыст и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида невеличия и мы видели его и не было в нем ни вида который привлекал бы нас к нему он был призрен и умолен пред ним муж скорби избедавший болезни мы отвращали от него лицо свое он был презираем и мы ни во что ставили его мы ни во что ставили его кто мог подумать что Иосиф который был продан измаинтянам как раб и пришел как раб Египет станет спасителем не только Египта но и многих других народов Исаия тоже говорит кто поверил слыша нам от нас это кажется совершенно невозможным что первое пришествие Мессии должно было произойти его должно было рассматривать только через призму пророчества о нем пророки видели его каким он должен был быть на самом деле не таким как его хотели видеть народ и фарисии есть понятие Мессия сын Иосиф прошел вот эти два пути Мессия сын Иосифа в тюрьме и Мессия сын Давида когда он уже занял высокое положение это не два мессии это один и тот же но они проходят разные стадии он проходил разные стадии в Даниила вторая глава мы читаем о сне который приснется на выхода носа а вот этом вот ну о выстукане там там представлена вся история вся история мира и в конечном итоге царство Божье будет восстановлено которое будет вечным оно никогда не исчезнет а все остальные царства исчезнут обратите внимание на Даниила 7 глава 13 текст видел я в ночных единиях а нет извините в конечном итоге вот это во второй главе вот эти все царства будут разрушены им будет положен конец а вечно а царство Божье оно будет вечным мы читаем об этом сне и видим что все царства будут исчезнуть и единственное царство которое останется это царство Божье 7 глава Даниила 13 глава видел я в ночных единиях вот с облаками небесными шел как бы сын человеческий дошел до ветхого днями и подведен Бог к нему здесь Даниил видит чудесное видение он видит что сидит значит ветхий днями на престоле своем и сын человеческий был подведен к нему и здесь он представляет как представлен как мессия сын Иосифа и мы сейчас увидим почему это именно так мы должны знать арамейский для того чтобы понять это если на облаках небесных кто-то подведен к ветхому днями это исполнение пророчества Исаии мессия все еще мессия сын Иосифа он прежде всего должен быть подведен очень близко к престолу ветхого днями как это можно сделать самый лучший способ приблизиться к Богу через жертву в книге левит мы читаем что когда человек хотел приблизиться к Богу он должен был приносить жертву которая искупала его грехи тогда у него была права приблизиться к Богу благодаря жертве как вот это мессия сын Иосифа приближался к престолу ветхого днями для этого надо знать ирамейский чтобы мы должны понять что же это за слово здесь написано в Исаии в Исаии 53 глава 7 текст написано как овца веден был он на заклане и как агнец предстегущий безгласен так он не открывал уст своим то есть он был подведен к престолу так его видели пророки так они видели мессию сына Иосифа сын человеческий мессия сына Иосифа прежде чем он станет мессией сыном Давида он должен быть подведен к престолу ветхого днями как жертва как мы это прочитаем в Даниила 7 глава 13 текст на иврите написано подведен а на арамейском смотрите что написано мы смотрим какое же это слово подведен на арамейском это хакривуги подведен на арамейском хакривуги и вот это вот корень вот этого слова он связан со словом жертва и так он был подведен к ветхому днями у нас написано подведен а на арамейском написано будучи принесенным в жертву то есть он был подведен к Богу как жертва мессия должен был прежде всего подведен как жертва и только потом через свою победу достигнуть большую победу над грехом и смертью тогда можно было провозгласить его что он был мессия сын Давида и когда говорят о нем мессия сын Давида Данила 7 глава 14 говорит и ему дана власть и слава и царство чтобы все народы племена и языки служили ему владычество его владычество вечное которое не придет и царство его не разрушится значит вот этот царь царь небесный он будет вечно править он будет получать славу от всех народов племен и языков те кто читает Даниила 2 глава увидят все царства как они меняются как сменяют друг друга Вавилон сменяется Медоперсией потом Грецией потом Римом из которой происходит Малый Рог и потом она будет представлять собой Европу современную и это та история это то царство в котором мы живем сейчас Римская империя уже не существует мы уже находимся в последнем царстве и следующее это должно прийти уже царство вечное Иисуса Христа сейчас мы видим связь между вот этой недельной главой об Иосифе о той связи которая есть между его историей и историей Мессии он был маленьким светом и потом он стал светом большим когда весь мир станет новым миром и он будет этим миром править вечно пусть Господь благословит нас чтобы мы помнили что эта история которая параллельно история Мессия должна влиять на нас сейчас сегодня потому что мы сегодня находимся перед пришествием Христа пусть Господь благословит нас и пусть будет благословенный праздник Ханука и потом мы будем слушать пение нашего хора перед тобой Отец наш небесный мы преклоняемся и поклоняемся благодарить тебя за возможность которая была у нас в этот вечер прослушать твою недельную главу Тора и твою фантастическую фантастический план спасения спасибо тебе за историю Иосифа в которой мы увидели параллелизм со служением Мессии я благодарю тебя Отец что ты даешь нам надежду которую только ты можешь дать я благодарю тебя чтобы сегодня когда мы празднуем вторую свечу праздника Хануки чтобы ты принес этот свет большой всем я молюсь тебе обо всем похищенных в Газе о всех солдатах наших о тех кто в больнице находится о семьях потерявших родных о тех чьи родные находятся сейчас похищенными в Газе о тех кто пережили 7 октября ужасные страдания благослови народ израильский чтобы твой народ получил самое большое благословение от всего чтобы они приняли истину только от тебя чтобы все приняли спасение в Иисусе Христе благодарю за все благослови всех чтобы этот вечер был для славы твоей потому что мы просим во всем во имя Иисуса Христа аминь